Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Крымско-татарский активист Риза Асанов вынужденно покинул аннексированный Крым. Он уже в Киеве. Выехал правозащитник из полуострова в целях безопасности, так как оккупанты обвиняют его в шпионаже. Больше подробностей нам расскажет сам Риза Асанов. Он на прямой связи со студией. Риза, доброе утро! Расскажите детальнее, почему вы решили покинуть аннексированный Крым и не связано ли гонение оккупантов на вас с тем, что вы предоставляли помощь военнопленным украинским морякам? Доброе утро! Это, я думаю, прямая связь, потому что когда случился арест моряков, в Крыму поднялись не только крымские татары, поднялись и пласт, который мы называем «этничные украинцы», их 700 тысяч. И это была очень большая опасность для Российской Федерации, если крымские татары объединятся с украинцами в Крыму. Ну, это половина населения Крыма. У меня один из сотрудников ПСБ на допросе сказал такую фразу. Вы ударили по щечину не только нашему президенту, но и всему российскому народу. Я еще посмеялся над этим, сказав, что ну хорошо, что у меня такая рука, что я мог достать до всех вас. Оказалось, что все очень просто. Оказалось, что вот этот Демарш в Москву, он показал не российскому обществу о том, что за пять лет оккупации жители Крыма так и не интегрировались в их общество. Но понятно, что после этого появились статьи в России, в российской прессе о том, что почему-то на меня они взялись, у нас было четверо, но вот взялись они на меня, а потом мне объяснили почему. Потому что я все время произносил фразу, давая интервью, наши ребята, наши моряки. Я никогда не говорил слово «украинские моряки», как бы оторгая их. Но после этого вот началось все это. Мне начали звонить из бывших местной работы, говорить о том, что сотрудники ФСБ изымают документы. Я начал консультироваться со специалистами, что происходит вокруг меня. Они мне сказали, что началась доследственная проверка. Кстати, 276, это уже информация пришла от наших друзей из Москвы. 276, шпионаж. Я не мог понять, ну, я не сотрудничаю ни с какими организациями, ни с какими там спецслужбами. А потом мне прислали новую редакцию этого закона, где любой человек, сделав какую-то фотографию, передав эту фотографию иностранному государству, иностранным организациям, либо иностранным гражданам, и эта информация принесла ущерб России, считается шпионом. Ну, понятно, что я делал очень много фотографий, там установок БГ-25, которые запрещены к поставкам в Крым, а эти установки производит компания немецкая Байер. Я делал фотографии энергоустановок турбин Симмонс, и тоже их высылал и публиковал на Фейсбуке везде. И это стало поводом. Многие говорят, там Резав уехал, потому что на него было совершено нападение. Это неправда, я не испугался этого нападения. Я уехал, потому что я знаю, что если меня арестуют, я накажу свою семью на 60 тысяч в месяц, а я небогатый человек, занимаюсь политзаключенными, я прекрасно знаю, как семьи добывают денег, чтобы содержать своих родных в тюрьмах. Ну, а нападение было такое, подлинное. Подлинное нападение. Я как раз снимал запуск автомагистра Али Таврия. Ну, и в этот момент было совершено это нападение. Я потерял сознание, пришел в себя, созвонился с нашими активистами, правозащитниками, адвокатами. Они мне давали инструкции, куда делать, как идти. Ну, и после этого я получил информацию от своих друзей. И вы знаете, что практически все мои друзья в Крыму сидят. На свободе очень мало осталось. И они меня очень попросили. Реза, скажите, вы писали заявление в правоохранительные органы уже на материковой Украине? Да, я вчера обратился в нашу прокуратуру. Вот она. Это наша крымская прокуратура. Здесь, в Киеве, я написал заявление. Вчера было заведено уголовное дело по данному факту. Меня отправили на медицинское освидетельствование. Медицинское освидетельствование показало даже больше, чем я говорил. Мне кажется, было выбито сустав плечевой, поэтому я не мог правой рукой работать. Ну, слава богу, мне вчера врач несколькими манипуляциями поставил. Ну, вот сейчас рука уже работает. Ну, а так, сижу на уколах. Будете ли вы обращаться в международные организации, например, в Международный суд по правам человека? Конечно, однозначно. То есть я запущу все механизмы возможные, которые только существуют для того, чтобы показать, в особенной Европе. Европа у нас очень любит спать, она у нас такая жирненькая, она не хочет никуда двигаться, она все время с турбомами, но никаких движений конкретных не делает. Я обязательно покажу о том, что в Крыму происходит не то, что они думают. В Крыму идут настоящие репрессии. Все это не все так просто. Спасибо большое, Риза. На прямой связи со студией был крымско-тадарский активист Риза Асанов, который буквально несколько дней тому назад вынужденно покинул оккупированный полуостров из-за того, что российские спецслужбы необоснованно обвиняют его в шпионаже. Очередное судебное заседание по так называемому делу Верджи Екашка проходит в эти минуты в подконтрольном России суде в аннексированном Крыму. В деле фигурирует четверо крымско-татарских активистов, однако одного из них, Асана Чапуха, на заседании не будет. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Симферополя, сообщил его адвокат Айдер Азаматов, который накануне проведал своего подзащитного. Он мне сказал, что ему внезапно стало плохо, он даже не понимал, что с ним было. Врачи сказали, что это связано с гастритом. В тот день, когда ему стало плохо, у него было внутреннее кровотечение. Сколько он будет находиться в больнице, пока неизвестно. Как сам Асана рассказал, он думает, что не меньше 10 дней. Фигуранты так называемого дела Верджи Екашка четыре активиста крымско-татарского национального движения. Их задержали в Симферополе в 2017-м, обвинив в вымогательстве денег у гражданина Турции. При задержании ветерана крымско-татарского движения Веджи Екашка стало плохо. Позже она скончалась. Письмо из российской неволи написал Руслан Зайтулаев. Его текст опубликовала «Крымская солидарность» в Фейсбуке. Крымчанин отбывает наказание в колонии в Башкортостане по делу Хизбу Тахрир. Зайтулаев пишет, все эти события заставляют быть крепче и сильнее. Также благодарит мусульман, которые организовали крымский марафон в поддержку узников Кремля. Зайтулаева российские силовики арестовали в январе 2015-го по сфальсифицированному обвинению в терроризме. Гранатометный огонь открыли российские оккупанты по Новотошковскому. Это поселок на Луганском направлении. В ответ на провокации противника украинские военные применяли пехотное вооружение. В течение минувших суток больше нарушений режима прекращения огня не было, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Среди украинских армейцев погибших и раненых нет. Эта ночь на Донбассе прошла в тишине, отметили в пресс-центре. Звание Героя Украины. Президент Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету. Об этом говорится на странице главы государства в Фейсбук. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа, написал президент. Филарет – почетный патриарх православной церкви Украины. Чрезвычайное положение в Соединенных Штатах вводить не будут, но стену на границу с Мексикой возведут. Сделают это из стали, а не из бетона, как предполагалось ранее. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к американцам по поводу так называемого «шатдауна» в стране, который возник из-за того, что лидер Соединенных Штатов отказался подписывать бюджет страны в конце декабря прошлого года. Он потребовал выделить на безопасность границы с Мексикой дополнительных 5 миллиардов. Но палата представителей не проголосовала за такое решение. Ряд министерств и ведомств США, включая Госдепартамент, Минюст, Министерство транспорта и сельского хозяйства, сократили работу. Мои сограждане, я обращаюсь к вам, потому что на нашей южной границе усиливается гуманитарный кризис. Каждую неделю 300 наших граждан погибают от одного только героина, 90% которого попадает в США через нашу южную границу. Стена на границе очень быстро себя окупит. Стоимость нелегальных наркотиков, попадающих в США, превышает 500 миллиардов долларов в год. И это гораздо больше, чем те 5 миллиардов, которые мы запросили у Конгресса на строительство стены. Замок троллей построили в деревне Санта-Клауса в Финляндии. Несколько недель рабочие трудились над этими сооружениями из снега и льда. Работали день и ночь. На создание замка ушло 20 тысяч кубометров снега и 70 тонн льда. Гостей встречает один из героев сказок финской писательницы Тувы Янсен – муми-троль. Внутри сооружения художники создали множество ледяных скульптур. Есть здесь и аттракционы для взрослых и детей. Вход на территорию троллей обойдется в 30 евро для взрослых и 18 для детей. Больше актуальной информации вы всегда найдете на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов. Всего вам доброго и до встречи.